МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Отчет за год. Глава Чуваши отчитался о работе правительства с до 2016 год. Огород высокой культуры. В Чебоксарах обсуждают реконструкцию сквера на площади республики. Полтора килограмма смерти. В Чебоксарах задержан торговец с наркотическими смесями. Главное политическое событие недели. Сегодня глава Чуваши представил отчет о работе правительства за прошлый год. В докладе Михаил Игнатьев озвучил не только реализованные проекты, но и планы на перспективу. Об основных темах репортаж Дмитрия Ковалева. Текст доклада о деятельности правительства на официальном портале органов власти опубликовали уже накануне. Отчет на 50 листах команды республиканского Кабмина в прошлом году и действительно была проделана глобальная работа. Сначала Михаил Игнатьев озвучил показатели, которым регион стремился долгое время. Чуваши ликвидированы очередно с детские сады для детей старше трех лет. Об этом вы знаете. Я еще раз это подчеркиваю. В настоящее время охват дошкольным образованием составляет 78%. В прошлом году начато строительство четырех детских садов на 740 мест. В течение трех лет в республике намерены построить и реконструировать еще 11 детских садов. И это позволит существенно сократить очереди среди дошколят. Запланированы и новые школы. Реально строятся здания, школы и они наполняются детьми. Все это следствие того, что идет демографический рост детей и нам нужно не переходить на вторую смену для того, чтобы не уронить качество образования. В прошлом году в правительстве сделали особую ставку на повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг. Сейчас в Чувашии работает 29 МФЦ, а это 250 окон. В республике реализуют и масштабный проект по прокладке оптоволоконной сети. В 2018 году 328 населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек будут подключены к сети интернет по оптоволоконным каналам связи. В национальной телерадиокомпании Чувашии продолжена целенаправленная работа по расширению зоны вещания телевидения. Мы все знаем, жители Шемуршинского, Яльского, Комсомольского и других районов поднимали, что они не могут смотреть трансляцию нашего национального телевидения. Сегодня не только они, практически все регионы европейской части смотрят, отзывы хорошие. Чувашия – территория инвестиций. По итогам года в республике произошел промышленный скачок. Это повлияло и на доходы бюджета. По темпу роста собственных доходов республика на четвертом месте среди регионов Приворского федерального округа. До конца этого года в республике будет создано порядка 3000 новых рабочих мест. Резиденты уже начинают осваивать площади индустриального парка. В моногорода до конца следующего года планируется привлечь более 10 миллиардов инвестиций. В республике продолжают формировать программный бюджет. Львиная доля из казны направляются на развитие социальной сферы. В регионе продолжают строить новые ФАПы, современные поликлиники. Политика обеспечения шаговой доступности поликлиниками новых микрорайонов, она и будет дальше продолжена. Здорово, что сегодня можно сказать, уже почти во всех микрорайонах мы имеем поликлиники. В прошлом году были выкуплены площади за счет средств бюджета Чувашской республики в микрорайоне Новый город. И в этом году также выделены финансы сады для того, чтобы отремонтироваться и открыть, чтобы обеспечить медицинскую помощь шаговой доступности. Озвучив доклад, глава республики поблагодарил депутатов госсовета за совместную работу. Приоритеты в работе правительства расставлены. Члены кабинета министров обязаны эффективно решать задачи в интересах жителей. Чувашия должна сохранить статус социально стабильного региона. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. На предприятиях малого и среднего бизнеса в Чувашии занято почти 50% трудового населения и производится около 60% национального продукта. Для гармоничного развития бизнеса очень важна поддержка государства. Однако бывает так, что недобросовестные чиновники создают предпринимателям дополнительные препятствия. О противодействии коррупции говорили и на семинаре прокурорских работников Приволжского федерального округа, который прошел в Чубаксарах. В процессе создания и развития своего дела люди столкнутся не только с неурегулированностью многих вопросов, но и противоправными действиями должностных лиц. Только в 2016 году прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено почти 30 тысяч нарушений в законодательстве в данной сфере. Наиболее часто встречаются положения об истребовании у заявителей излишних документов, установлений, не предусмотренных законом оснований для проведения внеплановых проверок. Не всегда учитываются требования закона о трехлетнем моратории на проверке. В Чувашии ведется оперативная работа по пресечению необоснованных проверочных мероприятий в бизнес-среде. Таким образом, за прошлый год почти в половину снизилось количество административных и уголовных преступлений в отношении предпринимателей. Создание для предпринимателей комфортной и безопасной среды – одна из приоритетных задач работы правительства республики, отметил Михаил Игнатьев. Правительство Чувашии утвердило паспорт приоритетного проекта совершенствования контроля надзорной деятельности. Его реализация позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций по осуществляемым республике видом регионального государственного контроля. Количество проверок должно снизиться, а время проведения согласительных мероприятий сократится. В ходе семинара были обсуждены недостатки в работе правоохранительных и контролирующих органов. Работа над ошибками должна идти непрерывно. Только так мы искореним коррупцию в отношении предпринимательства, отметил заместитель генерального прокурора страны Сергей Зайцев. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. 6 апреля в России отмечается День работников следственных органов. Следственный аппарат МВД представляет собой крупнейшую структуру, которая занимается расследованием 93% преступлений. Немалой долей из них приходится на следственное отделение Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте. Именно благодаря одному из молодых и перспективных следователей два года назад удалось раскрыть уголовное дело о краже песка с причала Гремячева почти на полтора миллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимался следователь следственного отделения транспортной полиции Чувашия, старший лейтенант юстиции Евгений Степанов. На тот момент это было едва ли не самым знаковым и интересным делом в его работе, считает Евгений Степанов. Я понял, что это прям мое, что я хочу дальше работать, что я хочу, чтобы раскрывать именно заниматься преступлениями, такой сложными, можно сказать, экономическими преступлениями. Потому что мы помогли многим строительным организациям получить свои деньги обратно. То есть ущерб в ходе расследования преступниками был полностью возмещен. Евгений Степанов проходил срочную службу в армии, окончил МГУ имени Шолохова и российский университет кооперации по специальности юриспруденция. Закончил курсы в Белгородском юридическом институте МВД России имени Путилина. А интерес к профессии возник еще в детстве. Хотел быть милиционером, скажем так, положительный пример. Стихи, стишки, литература, дядя Степа, милиционер. Тем более моя фамилия Степанов. В этом плане все сошлось как и на делу лучшем. Сегодня Евгений убежден, он нашел свое место в жизни. Работа, которая приносит удовлетворение и осознание, что ты занят полезным делом, для мужчины всегда важна. Служу мне за награды, потому что это нужно, это полезно. Страна у нас огромная, большая. И транспортная безопасность занимает очень важную роль в этом. Вся наша страна пересечена линиями железных дорог, мостов и других объектов повышенной опасности. Чтобы перевозки пассажиров и грузов были максимально эффективны, удобны и безопасны, и нужны такие люди, как следователь Степанов. Радион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. В течение двух недель, с 13 по 24 марта, сотрудники МВД Почувашской республики проводили акцию «Сообщи, где торгуют смертью». За это время от жителей республики в полицию поступило более 50 сообщений о местах возможного хранения, употребления и распространения наркотиков и психоактивных веществ. Так, на днях, по сообщению неравнодушного горожанина, наркополицейские задержали крупного поставщика ядовитой курительной смеси. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашия. В Чебоксарах сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Почувашской республики в ходе оперативных мероприятий задержали местного жителя, в автомобиле которого обнаружили почти полтора килограмма спайсов. Из этого количества можно было изготовить почти 100 тысяч пакетиков с разовой дозой смертельно опасного вещества. Что здесь делаете? Стоял, спать ложился. Спать ложился? Ночлег, что ли, вам тут? Нет, просто. Полицейские установили, что наркодилер начал свою преступную деятельность в октябре прошлого года. Работал он только с оптовыми покупателями. Мужчина наладил поставку запрещенного вещества по всему городу. Связь со своими клиентами-збытчик осуществлял через интернет. Он сообщал им адрес тайника, где заранее прятал наркотики. Потребители оплачивали товар, используя электронный кошелек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 928-1 части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении фигуранта избранного мероприятия заключения под стражу. Ему в соответствии с санкцией указано в статье предусматриваются наказания вплоть до пожизнен лишения свободы. По оперативным данным, задержанный приобщил к распространению курительных смесей двоих чебоксарцев. Молодые люди работали непосредственно с уличными сбытчиками и наркопотребителями. Они также задержаны сотрудниками полиции. При обыске у одного из них обнаружен сверток, в котором тщательно были упакованы готовые к продаже дозы. Маленькие шарики с черной завентой. Дальше уже раскрывать не будем. Видите, их несколько штук здесь. Тут много их приготовлено для того, чтобы расфасовано, скажем так. Все это расфасовано на единичные дозы. Подобные факты задержания наркозбытчиков, по информации жителей республики, не единичны. Всего за время акции «Сообщи, где торгуют смертью» было изъято свыше 300 граммов наркотических средств. И возбуждено 44 уголовных дела. Уже 4 месяца в чебоксарских маршрутках, автобусах и троллейбусах можно расплатиться единой транспортной картой. Однако еще остались предприниматели, которые пренебрегли требованиям постановления кабинета министров Чувашия. Отдел транспортного обеспечения столицы совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверили работу маршрутных такси. Всего было остановлено и осмотрено 6 маршрутных автобусах. В отношении одной только 49 маршрутки было составлено несколько рапортов за отсутствие терминалов оплаты ЕТК. В связи с участившимися жалобами пассажиров на отказ перевозчика принимать к оплате карты ЕТК, городские власти в одностороннем порядке расторгли договор с индивидуальным предпринимателем. Чувашия участвует в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. До 2020 года во всех населенных пунктах, где проживает тысяча и более человек, примут новые правила благоустройства. 47 дворов и 15 так называемых общественных пространств города Чебоксары будут модернизированы. На реализацию программы в 2017 году столица получит 150 миллионов рублей. Сегодня данные проекта вынесены на публичное обсуждение. Вчера в ЧГПУ имени Яковлева состоялось одно из них. Речь пошла о проекте реконструкции благоустройства сквера, прилегающего к площади Республики и известного как Огород. В начале прошлого века современная площадь Республики располагалась на территории Верхнего базара. И именовалась она Ярмарочная площадь. С 1934 года – советская. С 1950-х годов получила имя Ленина. Именно в это время сквер за памятником Ильичу начал оформляться. Здесь были посажены голландские, голубые ели, несколько сотен древовидных растений, тысячи цветов, рослиц, великоштаны. Сквер стал визитной карточкой города Чебоксары. Фото с Домом советов можно было увидеть на открытках, почетных грамотах и даже пачках с папиросами. Современное название площадь Республики было дано в 1996 году. А вот кто и когда придумал название для сквера – неизвестно. Но огородом его именует не одно поколение чебоксарцев. Сквер стал менее помпезным и определенно нуждается в реконструкции. Студентам ЧГПУ имени Яковлева и Чувашской сельскохозяйственной академии предложили ответить на вопрос, какую бы они хотели видеть эту зеленую зону в центре города. Фонтан, который зимой или в осенне-весеннее время будет преобразовываться в сцену для проведения каких-либо зарядок со звездой, физкультурных мероприятий, либо творческих пятиминуток на перемене. В свою очередь студенты сельхозакадемии хотели бы видеть в парке скульптуры и альпийские горки. Кроме этого поступило предложение здесь же устроить музей под открытым небом, открыть галерею молодых ученых. Вместо обычных фонарей и светильников установить множество лампочек, которые должны создать иллюзию звездного неба. Многие сошлись во мнении, что в сквере не должно быть курилок, а для желающих подымить должны быть обустроены места для курения за пределами сквера. Глава Ленинского района пообещал, что все предложения, замечания и идеи будут учтены. А мы напоминаем, своими соображениями по поводу внешнего вида огорода могут поделиться и жители столицы. Эскизы, проекты и замечания по поводу реконструкции парка можно отправлять на электронный адрес В эту субботу, 8 апреля, в 734 городах, 69 стран мира пройдет тотальный диктант. В Чубаксарах определены 5 площадок. Их адреса можно узнать на официальном сайте акции totaldict.ru. Самое большое количество желающих проверить свои знания ждут в новом корпусе Чувашского государственного университета имени Ульянова по адресу Университетская, 38. Также стало известно, кто будет читать текст диктанта в Чубаксарах. Региональный оргкомитет тотального диктанта объявил конкурс «Народный диктатор». Победителем стала обозреватель газеты «Советская Чувашия» Людмила Арзамасова. Активные, талантливые, смелые. Пять самых ярких представителей учебных заведений столицы Чувашии сражаются за звание лучшего. В финале проекта отличным студентам предстоит показать творческий номер. Они сдавали экзамен ГИБДД, осваивали автодром, учили делать сальто, готовили, подбирали себе луки и даже состязались в караоке-баттле. Почти два месяца участники соревновались друг с другом. Каждый из них на деле доказал, что именно он достоин почетного звания победителя проекта. И все же отличным студентам 2017 станет только один. Кто это будет, смотрите 11 апреля в 20.30 в эфире национального телевидения Чувашии. Хорошая новость. Наша землячка Татьяна Акимова вошла в основной состав женской команды России по биатлону на сезон 2017-2018. Такое решение приняло правление Союза биатлонистов страны, изучив предложения членов тренерского совета. Наш выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная и полезная информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом Юрат. Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова